Всем пламенный привет! С вами Герон в камуфляжной форме, который рассказывает о том замечательном моде DayZ, который добавляет игровую механику одноименной игры DayZ в мир Майнкрафта версии 1.7.2. Конечно же, в этот мир лучше играть в мультиплееры, и он посвящен этому единственному вопросу. Вы бегаете по миру, собираете всякие ништяки, выживаете, отбиваетесь от злобных мобов, но большая часть игры вам придется просто от них тупо убегать. Ну а если вы играете в мультиплееры, то вы решаете вместе с игроками-выживателем вместе, чтобы было веселее, или убивать друг друга для пущего экстрима. Умирать вы, кстати, здесь будете очень часто. Ну а начнем я свой сегодняшний разговор с самого простого, как попасть в мир DayZ. Все очень просто. При создании мира, давайте мы создаем какой-нибудь мир, обзовем его как-нибудь, тест. Вам нужно зайти в опции мира и здесь выбрать DayZ. Здесь есть два варианта, DayZ Original и DayZ Snow, так называемые. Давайте выберем Original. Дальше мы заходим в этот мир. Главная особенность этого мира в том, что здесь зомби, во-первых, не горят днем, во-вторых, они встречаются где угодно, в-третьих, кроме зомби из этого мода, двух типов, в этом мире больше никто не спавнится. Ну, кроме еще кальмаров или сквидов, как их еще называют, в Уэйке. Все, я начал кровоточить. Смена времени суток в DayZ идет немножечко медленнее, чем в Вайнкрафте. Я за все где-то день здесь продлился 12 минут, вместо стандартных 10 минут. По всему миру вам будут встречаться разнообразные строения, в которых есть сундучки с лутом. Они могут выглядеть вот так, вот как них большие башни, в них обычно никого нету. В этих сундуках чаще всего вы можете найти еду или оружие. Также эти самые сундучки с лутом можно найти в обычных деревнях. Хотя, конечно же, в деревнях этих самых зомби пруд пруди, потому что зомби из DayZ ведут себя ровно точно так же, как обычные зомби. То есть они стараются, собираются все округи и пытаются убить местных жителей. Ну а теперь давайте поговорим о двух типах зомби, которые здесь есть. Во-первых, это так называемые волкеры. Ходячие мертвецы. У всех у них почему-то по 16 хитпоинтов. Довольно шустро они бегают за вами, так что от них можно оторваться только если бежать на полную мощь. Ну а для того, чтобы хорошо бегать, вам, конечно же, нужно быть сытым. Так же вам встречаются более безобидные, в кавычках, кравлеры. Они отличаются большой медлительностью. Но любой из этих мобов, если вас укусит... Давайте, покусайте меня, ну покусайте. Так, вы меня кусать не хотите. Окей. Совсем не хочешь, нет? 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 Совсем не хочешь? Ладно. Сейчас мы попробуем выйти из гейммода. И по-быстрому от них убежать, слинять. Ну вы видите, насколько это сложное занятие. Клоуд. На вас могут накладываться два негативных эффекта. И они накладываются почти всегда после каждой удачной атаки зомби. Во-первых, это блединг. Вы просто-напросто... У вас происходит кровотечение. Вы начинаете терять кровь. То есть, ваше количество хитпоинтов. А дальше, так называемый зомбификейшн. Ну это что-то вроде отравления. Ну а пока суд до дела, мы давайте перейдем к предметам... К разнообразным предметам, которые вы можете найти в сундучках, которые добавляет этот мод. Во-первых, самое, пожалуй, важное, это, конечно же, бандаж, который вас излечивает от кровопотеря. То есть, блединга. Давайте попробуем. Все. Все негативные эффекты пропали. Антибиотики вас избавляют от зомбификейшн. Так называемого. Дальше, блудбэк. Оно помогает исцелять ваших товарищей. Вы не можете использовать его на себя. И book of matches. На самом деле, это не книжка, ребят. Это обыкновенная зажигалка, которую вы можете что-нибудь поджигать. И не более того. А еще у нас есть сидр и водка. Бутылочка сидра не оказала на меня ровным счетом никакого воздействия. Зато бутылка водки наложила, как сказать, эффект опьянения. Но же А2. Что, в принципе, логично. Больше никакой пользы от этих бутылок нет. Но они добавлены, видимо, этим модом для пущего антуража и не более того. Также в моде есть всевозможная еда в банках. Это обыкновенные бобы, супчик, паста, рыбка, пиклисы, фрукты, пиво, лимон, сода и так далее. Все они, в общем-то, делают одно единственное дело. Они просто-напросто восстанавливают ваш год в разной степени. Ну а для того, чтобы отрегенерировать ваше здоровье, вам нужно просто полностью наесться и дождаться, пока оно срегенится, как в обычном ванильном Майнкрафте. Занятно. Здесь очень быстро пропадает голод. Очень быстро. Буквально ничего не делал. Немножко постоял на дереве. Одной единицы голода, как не бывало. А еще в игре полным-полно разнообразного дальнобойного оружия. Самых разных моделей. Давайте попробуем их в деле. АК-74. 10 единиц урона. Макаров. 8 единиц урона. Реймингтон. 12 единиц урона. Ууу. Ли-Энфилд. 8 единиц урона. Извините, что все так громко, но вот как-то вот так вот. Давайте еще раз вот так исправим. Но мне кажется, что на звуки из мода это не влияет. Нет, влияет. Можно все таки сделать тихо. Окей. Клок 17. 6 единиц урона. Баррель шотган. Сейчас мы поставим. Дабли баррель шотган. 12 хитпоинтов урона. Мне кажется, что там намного больше. Сейчас мы достанем... Как его называют? Волкера. У него хитпоинтов побольше. Ну-ка, давай. Ну, в общем, понятно. Он убивает кого угодно с одного устрела. И USP. 6 единиц урона. И можно ракошетом наносить урон сразу нескольким мобам. Отлично. Для того, чтобы все они работали, вам нужны так называемые магазины. Или набор патронов. Которые есть для всех этих моделей. Для Макарова, для Реймингтона и так далее, и так далее, и там подобное. В общем, ничего сложного. Ну, а также здесь есть целый набор оружия ближнего боя. Правда, толку от него не очень много, потому что каждый раз, когда вы будете работать в ближнем бою, у вас есть риск получить это пресловутое кровотечение, и вы потом умрете где-нибудь там в бегах. 6 хитпоинтов урона. Обычные бейсбольные биты. Бейсбольные биты с шипами. 8. Просто доска. 7. Какая-то нейлд доска с шипами. 8 урона. Монтировка. 8 урона. Стальная труба. 8 урона. Да. И мачете. Давайте посмотрим. 7 урона. Такие вот дела. Кстати, индикаторы здоровья это из мода Damage Split Indicator, или как там я не знаю, как он там называется. Посмотрите, у меня есть на него обзор на моем канале. Он тоже есть под Minecraft 1.7.2. Окей. Да. Также мод добавляет в игру специальную каммуфляжную броню, которая дает вам неплохо так защиты, но всего лишь на 2,5 рубашки меньше, чем алмазный сет. Кстати, несмотря на то, что мод DayZ глобальным образом меняет игровую механику и генерацию мира ванили Майнкрафта, несмотря на это, вы можете пользоваться обычными рецептами обычного ванили Майнкрафта, то есть сделать себе железное и алмазное оружие, и таким образом упростить немножко себя жизнью. Однако же, конечно же, для полноты ощущений стоит, конечно, пользоваться только теми вещами, которые DayZ предлагает вам этот мод. Также этот мод добавляет несколько блоков, которые помогают вам строить какие-то фортификационные сооружения. Ну, в общем, вы поняли мою мысль. Ну, например, вот эти мешки с песком, которые выглядят как блоки желтого цвета. Давайте мы тут аккуратненько, по-быстрому. Вот это у нас проволока. Вот это у нас колючая проволока. Если вот этот зомби доплывет до меня и попадет в эту проволоку, он начинает медленно умирать, благополучно заостряв в ней. Очень удобная вещь в хозяйстве. Также тут еще есть гвозди. Давайте поставим. Главное не забыть, где я их сам поставил. Ай! Они еще и невидимые. Ха-ха. А на этом все. Благодарю за просмотр. А если вы впервые здесь можете подписаться, поставить лайк, поместить это видео в избранное, потому что у нас, ребятки, не менее прикольные мод-обзоры происходят с дивной регулярностью. Едва ли не каждый день. Ну, не каждый день, конечно, потому что иногда у нас тут бывают другие проекты по не менее интересным инди-играм. Вот, например, у нас есть еще гайды по стармаунту. До новых встреч, друзья!